День 3. Образование морей В последней части книги Иова, где Господь убеждает патриарха в его слабости и зависимости от Бога, чтобы тот познал, что праведность исходит только от Бога, в качестве подтверждения используется указанный отрывок о собрании вод. «Кто затворил море воротами и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал, до сели дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Иов, 38 глава, с 8 по 11 стихи. «Когда псалмист говорит о силе слова, которым Бог сотворил небо и землю, он говорит, «Он собрал, будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах, ибо он сказал и сделалось, повелел и явилось». Псалом 32, 7 и 9 стихи. «Это то же самое, чем заканчивается описание любого дня недели творения. И стало так. Бог говорил только, да будет, и оно тут же становилось так. Одного его простого слова было достаточно для того, чтобы все, о чем говорит Бог, стало так. Это очень важно помнить всем нам, ибо Евангелие также проповедуется нам тем же самым словом. Сила этого слова ничуть не меньше. Оно способно спасти нас точно так же, как оно могло все создать, ибо спасти означает то же, что и создать. Казалось бы, это невозможно, чтобы тот, кто хотя бы немного знает о Господе, стоя на берегу моря, не вспомнил о могущественной силе Создателя. И все же сегодня есть немало таких, кто может изо дня в день пристально смотреть на море, но так и не вспомнить о Его Создателе. Более того, они смеют даже открыто Ему противостоять и сопротивляться. Ко всем таковым Господь говорит. Выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, они видят, у которого есть уши, они слышат. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мной ли не трепещете? Я положил песок границу и морю, вечным пределам, которого не перейдет. И хотя волны Его устребляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить Его не могут. Иеремия, 5 глава, 21 и 22 стихи. В этих стихах Господь напоминает нам о Своей силе, могущей положить границу морям так, чтобы их бушующие волны не могли ее переступить. Однако Он напоминает об этом вовсе не для того, чтобы вселить в нас страх, никак. Он делает это только лишь для того, чтобы мы могли довериться Ему. Совершенная вера и любовь изгоняют всякий страх. Так что сила Божья, которую Он являет на море, упомянута лишь как свидетельство Его верности. «Господи Божий сил, кто силен, как Ты, Господи? И истина, английский верность, Твоя окрест Тебя. Ты владычествуешь над яростью моря. Когда воздымаются волны Его, Ты укращаешь их». Псалом 88, 9 и 10 стихи. Пример такой верности упомянут в Евангелии от Марка. Вечером того дня сказал им «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли Его с собою, как Он был в лодке. С Ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят Ему. «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, Он запретил ветру и сказал морю «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою. «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются Ему?» Евангелие от Марка, 4 глава, с 35 по 41 стихи. «Все происшедшее было проявлением той силы, что первоначально было явлено при творении. Тот, кто сотворил небо и землю, море и все, что в них, все еще сохраняет абсолютный контроль над всем». В тех словах, что Иисус сказал «Умолкни, перестань», мы слышим тот же самый голос, который сказал «Да соберется вода, которая под небом, в одно место». И это то же самое слово, которым нам ныне проповедуется Евангелие. Помните, Божья сила, явленная на море, это та же самая сила, которую он являет и над теми волнами, которые подчас бушуют в человеческих сердцах. «Разгневанное море в Писании сравнивается с нечестием, а нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь» Исайя, 57 глава, 20 стих. «Христос же есть наш мир». И то слово, которое он однажды сказал Галилейскому морю, является тем же самым словом, с которым он сегодня обращается к нам. «Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство». Псалом, 84, 9 стих. Несомненно, в этих словах содержится утешение для всех, кто так долго тщетно пытался бороться со страстями, восстающими на душу. Однако сила Божья, явленная на море, это не только символ Его силы, спасающей людей от греха. Это также залог и гарантия их полного и окончательного избавления. Это та сила, которой Бог собирается наделить проповедь евангельской вести в заключительной борьбе, которая разыграется перед вторым пришествием Христа. Давайте вместе прочтем следующие волнующие душу слова. «Восстань, восстань, облики с крепостью мышца Господня, восстань, как в дни древние, в роды давние. Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила, не ты ли иссушила море, воды великой бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные. И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над головою их. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся. Я, я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава, и забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего землю. И непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить. Но где ярость притеснителя? Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. Я, Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут. Господь Саваоф, имя его. И я вложу слова мои в уста твои, и тенью руки моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю, и сказать Сиону, ты мой народ. Исайя, 51 глава, с 9 по 16 стихи. Сказано также. «Его море, и он создал его». Псалом 94, 5 стих. «Он исчерпал воды горстью своею». Исайя, 40 глава, 12 стих. Все это, конечно же, является достаточным основанием для того, чтобы ему мог вполне довериться каждый из народа его, будь то для избавления от опасности или для получения побеждающей благодати, или для получения помощи в продвижении работы, которой нас призывает Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok